здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вик сегодня я сделаю разборчик вот этой вот модели которую мы вязали мы сделаем разбор так как я его вижу девчонки это не точные расчеты потому что вы понимаете что это ну этого практически сделать невозможно точных расчетов по модели из магазина вот я буду делать расчеты по моему образцу по которому у меня рапорт составляет 9 сантиметров ширину вот этот вот рапорт в начале в начале это девять сантиметров там она уменьшается там я измерять не буду она соответственно будет уменьшаться и 30 сантиметров в высоту вот начиная от вот этих вот лепестков я нарисовала уже схему вот здесь вот у меня отсюда и сюда 30 сантиметров 30 сантиметров и рапорт одной как бы вернет ширина одной вот этой одного рапорта 9 сантиметров от этого я отталкиваюсь от моей плотности вязала пряжа 220 метров 100 граммах и спицы три с половиной миллиметра я вот этот вот образец вязала это ориентировочно девчонки и поэтому эту модель конечно вязать начинающим я бы не рекомендовала чтобы с ума не сойти вот а кто уже с опытом я думаю им моего объяснения хватит опять же повторюсь опять же это мое видение девчонки ни в коем случае не утверждаю что это так в который раз убеждаю что я делаю экспресс мастер-класс потом начинаю вязать модель и делаю свои корректировки под поэтому не берите это как за стопроцентную информацию вязать его я не буду во всяком случае именно сейчас потому что до середины лета у меня завал полнейший поэтому будут только разборы будут узоры будут мини мастер-классы вот это все будет большие модели пока пару месяцев я просто не в не состоянии будут и так девчонки вот приблизительно я рассчитала на три размера при вот этой вот плотности что я вижу на модели я не вижу там резинки внизу я вижу то что там как бы на что вот это вот этой вот как бы вязкой кстати забыла сказать что видео разбор вот этого подпетельного узора оставлю ссылочку под видео и так низ у нас вот это все у нас есть схеме начинаем отсюда если хотим резинку набираем меньшее количество петель вяжем резинку потом подгоняем под то количество которое я вам озвучу для размеров размер с это 52 сантиметра 156 петель здесь уже рассчитана на рапорты поэтому и при вязании в круговую то есть не учитаны здесь кромочные если вязать отдельно это 156 плюс 156 на спинку учитываем это то есть я брала в расчет вот половину как бы деталь переда либо деталь спинки 156 петель размер м 182 и размер l 208 петель по количеству рапортов это 6767 и 8 рапортов в двойном если вязать в круговую что я рекомендую вязать в круговую то двойное количество здесь соответственно двойное количество вот вяжем девчонки ориентируемся так что вот это вот первый лепесток у нас заканчивается вот здесь вот он у нас уходит в основное полотно и не касается как бы вот этого круглой кокетки квадратную нарисовала на самом деле она получится круглая в оригинале вот вот этот вот лепесток он уходит вот мы вяжем если у нас сейчас подождите я измерю из вот этого как бы 35 сантиметров из этого как бы мотива у нас 10 сантиметров вот мы его начинаем у хотя вот здесь вот 5 5 сантиметров если считать вот этот лепесток значит 5 сантиметров у нас идет под пройму 25 сантиметров вот а 25 сантиметров это у нас уже от проймы это мы учитываем расчетом то есть от общей длины которую вы измерите свою как бы свою фигуру вы измеряете длину готового изделия которое вы хотите и от нее отнимаете 25 сантиметров этого мотива длину меряем не от плеча девчонки отсюда моя ошибка опять же видите я могу не учесть некоторые моменты в экспресс мастер-классе когда вижу тогда уже учитывая вот она вот она вот это не не общая длина а отсюда потому что вот эта круглая кокетка она вот так вот у нас будет работать поэтому вот от вот этой вот длины мы отнимаем 25 сантиметров вот и оставшуюся как бы длину у нас идет на сюда не берег это у нас их 25 а это игре опять запутано конечно немножко но значит от общей длины отнимаем вот этого часть и потом уже определяемся что 5 сантиметров у нас вот этот лепесток все остальное вот это вот вот этот узор то есть здесь если здесь у нас допустим 30 сантиметров то 25 5 уходит сюда 25 мы вяжем вот это вот вот этим вот узором либо меньше это уже как получится либо 10 из них мы делаем резинку а после 10 мы перед добавляем петли до нужного количества как бы наших петель вот и вяжем по кругу и и потом у подмышек оставляем ну как при классическом вязании по кругу да снизу вверх вот что касается рукава рукав четко видно что там у нас узкий как бы манжет а потом идет расширение при том расширение вот такой вот сразу добавление после резинки и вяжется ровных рукав то же самое меряем отсюда с этой точки длину рукава и определяем длину рукава из нее резинка и плюс вот этот вот как бы мотив но здесь у нас 5 сантиметров первый лепесток а здесь у нас вот это вот часть то есть от общей длины отнимаем 25 сантиметров сначала это у нас будет . присоединение к переду и спинке далее вот этот один мотив уходит в рукав а здесь вот остальное что у нас от этой длины осталось это манжет и вот это вот резинка соответственно количество петель это в сантиметрах 130 130 и 156 то есть я не могла как бы сделать разницу потому что изра как бы разница одна должна составлять один рапорт потому что по-другому никак у нас должен этот узор как бы в итоге сойтись вот здесь вот да вот никак по-другому не получается поэтому вот здесь у меня размер с и размер м одинаковое количество петель потому что если бы я от м отняла один раппорт слишком маленький рука получается хотя вы если свяжите вот вперед спинку вы можете определить вот если вам достаточно ширины вот этого рукава то пожалуйста вяжите ну как бы сделайте на один раппорт меньше эска но там слишком уж он вот такой узенький получается и поэтому я оставила но это опять же приблизительные расчеты девчонки вот 130 130 156 петель которые без кромочных рассчитаны в круговую по раппортам этапу спинки корректируем конечно вот опять же тут 30 здесь добавляем до количеств до цифры длины допустим если от плеча у нас допустим 65 то здесь 35 10 на резинку и 25 здесь вот прям сюда потому что первый раппорт уходит и значит еще минус 5 ушло сюда осталось у нас здесь 20 сантиметров вот таким вот образом опять же цифры не точные такие приблизительные в зависимости от длины вашего рукава ну и вот вяжем два рукава по вот этим вот цифрам и в конце соединяем все как в принципе это я же говорю начинающий не будет вязать этот джемпер соединяем и вяжем уже кокетку по кругу снизу вверх касается ростка он здесь нужен девчонки но вот никак я не соображу как его упростить вот не придумала я как его упростить единственное что я как бы можно сделать вот здесь вот азиатский росток незаконченными рядами но это для таких более опытных девчонок при этом при этом нам придется вот в этих как бы местах добавлять по два ряда то есть передние детали вот раппорт будет мотив будет выглядеть так а в задней детали вот эти вот части будут более длинными да вот если по два ряда добавить нам же нужно туда и вернуться но придется добавлять так чтобы не было дырок вот девчонки вот не знаю или добавлять вот здесь вот два ряда в конце вот когда у нас один ряд здесь просто по узору добавить еще два наверное так сделать азиатский росток вот напишите мне чтобы кто опытный более опытный понимает о чем я говорю напишите пожалуйста мне в в комментариях я с удовольствием почитаю вот чтобы как бы вы решили момент ростка в этой модели либо либо то же самое сделать здесь и растянуть вот эту вот деталь и сделать укороченные ряды вот здесь вот классическим способом при этом вот эти хвостики будут длиннее на спинке потому что мы вывяжем этот росток либо либо сделать резинка этот уже начать как бы довязать до резинки и и уже как бы здесь сам росток вывязывать резинкой то есть по сути на спинке у нас резинка будет выглядеть вот таким вот образом сама резинка такая овальная а впереди преди классическая вот девчонки вот что вы думаете по этому поводу как вы думаете как сделать росток на этой детали ну а кстати если вы посмотрите любой любую круглую кокетку видео либо почитаете любую круглую кокетку при вязании снизу вы по сути поймете принцип этого присоединения но я думаю тут понятно в круговую руках и рукав свинка перед вместе и далее все присоединяется присоединяется все очень просто потому что здесь опять же опять же вот подрезы мы здесь не делаем либо добавляем петли до до вот этих вот на подрез учитывая размер подрез либо но хотя здесь видите здесь достаточно такая глубокая она будет кокетка вот это круглая я думаю подрез не нужен хотя может и нужен вот вот девчонки вот смотрите пишите свои соображения почитаю потому что я у вас очень многому учусь некоторые моменты я знаю так вы знаете по другому и потом я сопоставляю это все и очень много многое я у вас многому научилась вот девчоночки вот такой вот краткий разбор возможно запутанный но я ну невозможно быстро объяснить эту модель я думаю я думаю я стараюсь я старалась все девчонки если я буду вязать эту модель то буду вязать к осени так что имейте ввиду зависимости от от популярности видео посмотрим возможно я ее и свяжу мне нравится вот ну а на сегодня все с вами была дикой школа рукоделия всем пока пока